Ну что ж, всем привет, дамы и господа, с вами Джин, сегодня мы продолжаем играть в Mountain Blade No Aytos. Я все еще немного болею, но уже в состоянии отснять часовой эпизод, более того, следующий эпизод тоже будет часовым, если этот эпизод наберет 3000 больших пальцев вверх. Связано это с тем, что я болел и так далее, так далее, так далее, была небольшая задержка в роликах, поэтому я хочу все догнать. А сегодня часовой эпизод, опять же, приятного просмотра. Короче, я, как обычно, играл без записи, пытался урегулировать немного свой отряд, там, набирать людей и так далее, и так далее. И мне написали, что если высадиться вот здесь вот, пройти вдоль реки, то будет какой-то вулкан около деревни Акс-Тихал-тыл, господи. Сегодня мы посмотрим, что это за вулкан, помимо всего этого, я очистил вот этот вот остров от вассалов, от стеков, но на самом-то деле их там и не было почти, то есть около Аксапана был один вассал, которого мы убили, там у него был гарнизон, по-моему, около 100 человек, с ним было несложно справиться. Как я понимаю, все ацтеки, они находятся вот в этом вот багнутом острове, они вот здесь вот стоят и ждут, пока к ним кто-то придет, но мы к ним не будем идти, потому что их там очень много. Смогут ли они отсюда переплыть вот сюда вот, я не знаю, но тем не менее, я сегодня попытаюсь захватить вот этот вот замок, для того, чтобы у нас было хоть что-то, помимо нашего основного замка. А плюс у нашего основного замка начали пропадать деньги из казны, такое чувство, что кто-то подворовывает, поэтому я решил, короче, вот если увидеть недельную смету, я, короче, это моя, да, походу, недельная смета, а можно ли как-то здесь посмотреть недельную смету государства, великого папства, прошу заметить, джинслянзи, походу, нельзя. Но в итоге, короче, я уволил стюарта там, всех, короче, уволил, оставил только казначея, потому что больше мне, по большому счету, никто не нужен. Помимо казначея, пока у меня нет там других замков и так далее, так что пока остался только казначей. Плюс ко всему, казначея я залил 100 тысяч на увеличение торговых путей, но, насколько я знаю, мне написали, что это бесполезно, пока нет других замков, чтобы между ними там были торговые пути и так далее, так что, как мы их захватим, по идее, я должен получать много денег в казну. Короче, ладно, с этим всем нам еще предстоит разобраться, а пока самое время наведаться в вулкан, либо же древний город Акстихатл. Придумалишь такое название? В джунглях я уже был, там, как обычно, ничего интересного, короче, ходишь, там ловушки и так далее, никаких сокровищ я там не нашел. Я знаю, что они там есть, но, в любом случае, их немного, поэтому черт с этими джунглями, а вот прогуляться рядом с вулканом, это интересно. Так, выкола руин древнего города. Старейшины рассказывали, что этот город забытый город Акстихатл. С третьего раза я уже неплохо его читаю, на самом деле. Так, который несколько десятилетий назад был разрушен руками богов. Рядом находится вулкан, который до сих пор, кажется, дышит и готовит извергнуть свою мощь. Если вдруг на нас сейчас извергнется какой-то вулкан, будет неловко, на самом-то деле, если мы умрем. Ну, это же Маунтенблейд, здесь нельзя умереть, поэтому. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что из себя представляет этот вулкан. Я уже вижу там абориген, кстати. Так, ну ладно, они, как обычно, не замечают, что по ним стреляют. По-моему, если нажать двойку, то ваш навык мастерства станет лучше, а это здесь недоступно, походу. Ладно, мы пойдем их просто мечом резать. Интересно, можно ли найти что-нибудь полезное рядом с вулканом. Ну, слушайте, аборигены здесь живут уже долго, значит, вулкан их все еще не убил. Так, ребят, ну, сквозь это дерево мы с вами, наверное, не сможем сражаться, поэтому давайте, ладно, я подойду к вам поближе. Они с одного удара не падают, смотрите на них. Сильные аборигены, однако. Так, главное не наткнуться здесь на ловушку, потому что это очень просто сделать. В джунглях, там, на всяких руинах и так далее, везде накиданы эти ловушки, наступаешь, умираешь, это нам... А не очень нужно. Ребят, вы в своих собственных джунглях застреваете в деревьях, я думаю, вам не особо нравится. Здравствуй. Обожаю это огнестрел, который всех с одного удара убивает, прям. Топовая пушка. Бам! Так, ну ладно, надеюсь, что в спину на меня никто не накинется. Так, давайте, понижим и ты стрянем. Ладно, мечом тебя уже за рубим, раз ты... Не хочешь от огнестрела умирать, так уж и быть. Какой он хитрый, смотрите, там, блокирует что-то, фейковые замахи делают. Вкусный интеллект, как-никак. Так, ладно, покажите мне вулкан, покажите мне тайну великого вулкана. Может, туда нужно зайти, и там будут какие-то големы, сделанные из магмы. Самые сильные бойцы в Ново Айтос, мистические големы. Ну, это же возможно, если так отдаленно предположить. Пока что я встретил здесь только аборигенов, которые не внушают доверия, если честно. Жаль же, что нет какой-то мини-карты, знаете, чтобы вообще понимать, могу ли я куда-то пойти, там, заблудиться и так далее. Но не зря же эта пасхалка добавлена. То есть этого вулкана его сразу не видно. Вы его замечаете, как только к нему подходите. Так что можно построить какое-то предположение, что здесь должно быть что-то интересное. Опа. Нашел какой-то дом обрушенный, походу, потому что он как-то неровно стоит, знаете, повернутый слегонца. Это прям деревня, да, этих хатстеков, где они обитают. Круто, наверное, жить около вулкана. Такой каждый день ты можешь умереть, если вдруг этот вулкан начнет извергаться. Ребята, вот Даргарсу племенник живет в вечном риске, я думаю. Так, отличная комната. Я бы здесь жить не стал. Угу. Как-то скромно они живут, знаете. Ни кровати никаких, ни тумбочек. Сложно им, наверное. Операция зачистка. Да как я промазался? Точно в него же навел, ну. Слушай, тебе сопутствует удача, дружище. Сопутствовала. Так. Это что такое? Какая-то непонятная деревня, полуразрушенная и так далее. О, господи. Хорошо, что они кричат, слушайте. Если бы они не кричали, там шли на цыпочках, я, возможно, его не заметил бы. И он бы меня в спину созданул, поэтому... То, что они вдруг неожиданно начинают орать, там типа... Это нас спасает. Слушайте, какая масштабная деревня. Она плюс завалена какими-то ветками и так далее. Так, я ничего не вижу, извините. Наш герой в Малтенблейде не умеет плавать. Я думаю, все об этом знают. Но плюс у него есть другой талант, который с лихвой решает то, что он не умеет плавать. Во-первых, он ходит по дну любого там озера, моря, я не знаю. И он может дышать под водой бесконечно, поэтому... Так где же вулкан, скажите? Не зря же я здесь в этих заброшенных руинах шатаюсь. Дайте мне хотя бы взглянуть на этот вулкан. Больше мне ничего не надо. Да что ж такое-то с этими соплями? Уж простите меня, ребят. Болею все еще немного. Наверное, за все время, что я живу, за 20 годиков, первый раз я так неожиданно заболел. Просто реально ложусь, вечером все хорошо, бодрый и так далее. Просыпаюсь, у меня сопли, болит горло. Как это связано, я не знаю. Вулкан, я ищу тебя. Вот он, что ли? Ну какой-то, знаете, честно говоря, невнушающий страха вулкан. Неужели я здесь ничего не найду? По-любому, я уверен, блин, на 99,9% что здесь что-то есть. Но в любом случае, если я довольно быстро не найду здесь каких-то сокровищ и так далее, то я не буду весь эпизод тратить на то, чтобы гонять по руинам этого вулкана, потому что, ну, это абсурд какой-то. Люди же хотят смотреть на то, как я там за... Вау! Прозрачная крыша, привет! Музыка еще эта на заднем фоне, она меня пугает немного. Такое чувство, что на меня сейчас вылезет не абориген, а какой-то монстр с шестью руками. Так. Ну, я надеюсь, поэтому-то хотя бы можно будет ходить, или это тоже... Прозрачная какая-то... Херня. Нет, поэтому можно. Ну ладно, сейчас мы сберемся наверх вулкана, если там мы ничего не найдем, то ладно, это... Значит, это была бесполезная экскурсия в деревню. Ну вот он, он собирается уже вытечь. Что там дымится, непонятно, короче. Но мы наверху, ладно, сейчас мы отсюда сделаем смотр. Потом, возможно, прыжок вверх, если там не будет очень высоко. Вулкан! Дай мне что-нибудь. Какие-нибудь сокровища вулканские. О, вот-вот, здесь уже прям становится жарко. Надеюсь, мы не сгорим заживо. Забавно, какой-то куст растет вверху вулкана. Вау! Слушайте, мне так хочется туда вниз спуститься. Мне интересно, умру я, если я вдруг прям стану в этот вулкан? Наверное, да. Но ничего страшного, игра же на этом не закончится. Опять же, это же Mountain Blade. Так что давайте глянем, что там такое. Вау! Текстурки лавы, конечно. Графика, графика. Ну, мы сейчас умрем, сто процентов. Да. Аж отлетели. Ну, не знаю, реально. Типа, сидеть гонять, что-то искать не особо хочется. Потому что, ну, в этом нет смысла. Если бы я был уверен, знаете, что я там найду какой-то меч из огня, с помощью которого я смогу без проблем убивать своих врагов, то тогда ладно. А так... Ну, мы хотя бы заглянули, посмотрели на что-то новенькое. Поэтому, в принципе, я думаю, это было не зря. Возможно, я сюда еще как-нибудь вернусь, если мне вдруг напишут в комментах, типа, таля, да там в вулкане был щит, меч, броня, все самое лучшее в этой игре. Тогда ладно. Я же верю вам на слово, ребята, поэтому... Так, вот сюда, смотрите, здесь вообще почти никого нет. То есть, сейчас я сюда куда-нибудь высажусь. Надо плюс не забывать прокачивать свой отряд. Не зря же я тут беру себе... Зачем у меня вегирский копейщик? Мне нужно было прокачивать их всех в лучников. Я не знаю, почему... И что у меня в отряде делает копейщик, но, видимо, так надо. Так. А, у тебя нет уровня? Что тогда? Да плюсик горит. Воины с топором, хирцманы, воины севера, нордские хускарлы, там, воины-ветераны, это все на прокачку идет. Кстати, в прошлом эпизоде я отправлял неправильно. То есть, я отправлял по полезным связям, а нужно ему говорить... Так, подожди. О том, что я... Вот. Как марш, желаю, чтобы отправили послание. Нет, это не то. Кое-что спросить. А, по ходу унисария я уже спрашивал, кстати, да? То есть, полезные связи, это не то, что мне нужно. Вот, то есть, мы берем, например, какую-нибудь Катерину. Нет, Катерину. Лучше Ферентиса. Вот, Ферентис. Кое-что спросить. Вот. Полагаю, вы знаете, что я намереваю... А, кстати, реально второй раз нельзя его отправить по поводу того, что я собираюсь стать королем этих земель. Ну, блин, прошлый эпизод я записывал с самого раннего утра. Все, что я сделал, то умылся и сразу сел его записывать. Для того, чтобы вовремя выложить. Поэтому, простите за мою невнимательность. Вот. Для того, чтобы повышать право на трон, вам нужно нажимать... Полагаю, вы знаете, что я намереваю стать королем этих земель. Так что, давай, лети, Ферентис. Я не смею определять законность ваших притязаний. Но могу сказать точно, в отличие от других претендентов, вас достает силы объединить эти земли. Вы можете положить конец бесконечным войнам между государствами, наделами, воинами и братьями благородных кровей. Вы можете порадовать небеса, что давно со скорбью смотрят на деяния людей. Давай, братан. Отправляйся. Мы будем ждать тебя с повышением права на трон. Короче, я могу спокойно захватывать вот эту вот толуку, потому что здесь вообще никого нет. Вот, да, смотрите, как раз я и говорил о королевском еженедельном отчете. Я полностью убрал всех, оставил только казначея. То есть, ему я плачу 7500, канцлеру плачу 7500, себе я не плачу ничего. То есть, я поставил, чтобы у меня была зарплата 0. Потому что я, в принципе, получаю деньги там за дома, дворцы, которые я покупал. Ну, за всякую там, не знаю, кузицу или получаю, я не помню уже. Короче, но в итоге у меня там деньги идут в плюс, они мне особо не нужны, я их никуда не трачу, поэтому окей. И здесь уже казна пополняется на 17 тысяч. Но это мало, когда у нас будет несколько замков, когда будут торговые пути. Мне люди писали там в комментариях, в чате на трансляцию, что у них доходит вплоть до миллиона в неделю. Типа денег некуда девать, там все покупаешь, тратишь, у тебя все там идет в зарплату, в торговые пути. Поэтому в будущем, насколько я понимаю, с этим проблем быть особо не должно. Так, вот, тут всякие просто фермеры ходят, которые никого не трогают. И, по большому счету, здесь никого нет. Конечно, я могу заглянуть в Азатлан, может, тут кто-то есть. Перемирие между Королевством Свадии и Саранецким Садланом подошло к концу. Царство Вегеров, окей. Так, а нет, здесь все-таки есть какой-то вассал, да? Это, я так понимаю, их какой-то большой босс. Но, в любом случае, вот этот вот замок мы захватим, потому что ацтеки, они крайне неумный народ. И они не могут просто пройти сквозь вот эту вот фигню. А мы можем, поэтому мы спокойно себе захватим Талуку, так как этот замок, он отделен от всего. Смотрите, смысл в том, что они здесь высадятся. Типа только через берег могут, они тупят. В основном они высаживаются где-то здесь и пытаются отсюда попасть вот сюда вот. А здесь им текстура или черт знает что просто блокирует переход. Поэтому мы спокойно сейчас захватим Талуку, заберем ее себе. И потом еще, разумеется, как-нибудь вернемся. Развалим лицо Хака... Хакаудзину с его отрядом 333 человек. Просто я могу, в принципе, наверное, победить его сейчас. Но в этом нет никакого смысла, потому что армии не останется. И мы в целом потом не сможем захватить замок, который вот здесь вот. Так. Спеша, неизвестно куда, вас сбивает с ног молодой юноша на хлебник из местной лавки. И кричит ему, куда спешишь, да? Да нет. Шанс получения хорошей черты 90%. Характер. Мы получим хорошую черту, невзирая на престиж. Потому что престижа у нас и так много. То есть у нас уже давно, я так понимаю, максимальное звание, количество престижа. Поэтому... Что тут еще есть? Шанс получить плохую? Нет, нет. Нам нужна хорошая черта. 90% шанс. И мы ее не получили. То есть мы зря потеряли 100 престижа. По всей видимости. Ладно. Талука. Инженер у нас есть. Я только подожду до утра, потому что ночью не очень люблю сражаться. Здравствуй, Талука. 317 человек, но все равно мы должны ее забрать. Потому что у нас довольно сильные воины. Сейчас я их до конца там прокачаю. Вегерские лучники. Воины с топором севера. Так. Серафина у нас тоже хочет прокачаться, наверное. Серафина это второй заместитель Катерины. Катерина, Серафина. Легко в них попутаться. Но в любом случае она занимается у меня слежением, обучением, поиском пути и зоркостью. Как раз у нее 4 навыка на шестерку. Плюс в скором времени, не знаю, в этом или в следующем, или в каком-нибудь эпизоде, мы уже начнем гулять по просторам с Вадей. Скорее всего, искать нашу суженую. Ну и для того, чтобы у нас кто-то был, помимо советника, кто у меня там, Эрик, покоритель морей, походу. Но большой плюс, когда у тебя жена советника, она там может праздники устраивать и так далее, и тому подобное. Поэтому в любом случае придется найти себе женщину. Не зря же я постоянно изучал вот эти вот стихии. Поэтому найдем, найдем какую-нибудь посимпатичнее, надеюсь. Так, ладно, осадить замок, лестницы для штурма стен, поехали. Сразу сейчас будем давать боевую двух, постоянно хилиться, и по идее мы сможем все это дело затащить. Да, повезти своих воинов на штурм, поехали. Талука находится под вашей осадой. Я думаю, будем направлять всех в атаку, чего у нас там, кстати, по... По любое. 105, да? Ну, 105 нормально, в принципе. Еще потом увеличим. Одна лестница, да, всего лишь, но... А, лол, тут еще. Своротку это выход, да? Вау, 264 в голову прилетает тем временем. Так, ну этих ребят надо разнести, чтобы они там не мешались особо. Так, до свидания, до свидания. Так, сейчас я подниму боевой дух немного моим ребятам. Поехали, ура, как мы их там все дела? Воин с топором убивает стражника, но в итоге сражение идет в нашу сторону уже сейчас. Желательно, чтобы у нас были минимальные потери, а то постоянно бегать и набирать вегеров. Нордов и так далее не особо хочется. Ух, здесь, кстати, можно даже без лестницы зайти, просто... Так, кто у меня стреляется? Ага. Просто влезть, короче, вперед и все. Здрасте. Здрасте. Кстати, мой персонаж уже 30-го уровня, то есть мне не хватает еще 2 силы. То есть как только... Вот у меня мощный удар 9 и железная кожа 10, это только потому, что там какие-то таланты и так далее. Нужно силы аж 30 для того, чтобы прокачать мощный удар до 10, и мы это сделаем. Когда мощный удар будет 30, наконец-то я пойду и куплю себе топовый меч какой-нибудь в игре. Крафтить его сложно, потому что заполучить там 10 мастерства, это ну вообще невероятного уровня нужен персонаж. А вот купить, почему нет, почему нет, прикупить себе по качеству не иметь, чтобы он уже точно всех ваншотил. Здрасте. Классно вы спиной ходите. У Ацтеков какая-то своя стратегия, если честно. Я думаю, с другими фракциями сражаться будет намного сложнее, несмотря на то, что у них там тоже повышается этап технологий. Единственное, что, возможно, я зря сделал, это уволил стерда, который отвечает за развитие технологий. Ну блин, я хочу, чтобы в казнино собиралось довольно много денег, и потом мы вообще не парились по вот этих технологий, то ли складывали туда много денег. И технологии в целом довольно быстро бы повышались у нас, и там уже дальше войны с прокачанными технологиями, это должно быть найс. Так, ладно, похилимся. Ниссари переходит на 13 уровень, с этим мы его и поздравляем. Какие долбятся в ворота. Слушай, эти врата не мешало бы сломать, я думаю, чтобы они могли через них заходить. То они тут сквозь врата сражаются, это как-то не очень приятно. Давай, 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 давай. А, тут две части ворота, да, но мы и одни и другие развалим, чтобы они тут вообще без проблем заходили, а то мы знаем этот Mountain Blades. Хотя они вроде не застреют, ну ладно, я все равно другие сломаю, мало ли они как-то захотят не пройти там, или что-то будет не работать. Кому это нужно? Кому это нужно? Пускай лучше оба врат будут открыты, они там беспрепятственно будут заходить, не париться. Короче, это вот то, что нам нужно, я считаю, поэтому поехали. Ну, впустили Серафину. Серафина не могла в другие ворота протиснуться, поэтому мы ее попустили через те. Она здесь женщина, показал свой характер, что нет, 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 извини, одной части ворот мне будет недостаточно для того, чтобы пройти. И, короче, мы как истинный джентльмен сломали ей другую часть ворот, и в итоге они как бы смогли пройти. Мне не нравится то, что здесь вот этого складируются лучники, короче. Они же не идут, типа, потому что, ну мы лучники, мы должны на месте стоять, а мои бойцы должны передвигаться. Но это окупается тем, что ацтеки очень слабые, то есть они буквально ваншотятся, у них нет брони, они наносят маленький урон, и поэтому это окупается. А вот как с такой же системой сражаться там с какими-нибудь нордами, я пока что не знаю. Но я еще не знаю строение замков нордов, если оно такое же, как в Ворводе, то окей, как-нибудь разберемся. Если же нет, и там будут какие-то проблемы, то ладно, в любом случае как-нибудь разберемся. Так, ну-ка, надо здесь вот затыриться, пополнить себе здоровье. Сюда нельзя спрятаться, ну ладно. В любом случае потом мы будем там в центр проходить и так далее. Блин, жаль, что у меня нет этих бомбочек, я думаю, сейчас бы они пригодились, если бы я куда-нибудь в центр сюда запедалил бы какую-нибудь бомбочку. Так, хватит падать, алло, вставай, проснись, братан. У нас тут как бы сражение вовсю идет, поэтому. Так, до свидания. Все равно падают мои бойцы, ну еще бы они не падали-то, противников чуть ли не в три раза больше, поэтому. Даже в три там за 300, да, было, по-моему. Так, не-не, ребят, не, это вы, это вы, это вы бросите. Толпой на меня нападать там, окружать это не надо, это не надо. Вон там вот мы вас подведем и... С моими бойцами здесь, будьте любезны, сражайтесь у вас тут вот за мест, вот так, вот этого лучника надо снести, чтобы он никому не мешал. Так, минута прошла, похилиться можем? Нет, пока не можем. Слушайте, сейчас что-то в потере какие-то более значительные пошли, мне это не нравится. Но главное, что мы еще не сдохли, то есть если мы умрем, будет сложнее уже. Так, не, да-да-да, ребят, направляйтесь туда, я пока, возможно, даже стрельну в кого-нибудь из вас, потому что... Откуда? Откуда ты... Ах ты уплёд! Он слился со цветом горы. Неплохо, неплохо, как бы. Как я промазал, я прям в него навел, я не понимаю. Скилл маскировки у Ацтек прокачан, давайте это признаем. Так, дядь, ну если сейчас я в тебя не попаду, то... Ну все, до свидания. Сколько наших упало? 21. Но учитывая то, что мы снесли 217 противников, то в принципе потеря терпимая. Ну, скажем прямо терпимая. Можно было и больше потерять, поэтому... Поэтому ладно. Потом если еще успеем там набрать там вегеров и так... Не хотелось бы, конечно, бегать там, их искать, потом еще прокачивать. Ну а что сделать, что сделать? Это Mountain Blades, бойцы здесь бесконечными не бывают, так что... Так что окей. Яр, яр. Сколько их осталось-то? Один остался, да? Яр! Опа, братан. Бам! Смотри, не умер. Все, как мы их... А мы будем там в центр проходить? Да, будем, будем, смотрите. Сдавшие защитники отступили в замок. Ну ничего. Сразу похилимся. О, нет, похилимся, братан. В замке мы их тоже разберем. Я думаю, это не особо большая проблема. Хотя бы с какими-то более сильными воинами. За все время игры в баунд, я вот, когда сражение доходило до замка, только один раз проигрывал. Топ какой-то случайности, по-моему. То есть тут как-то можно выкрутиться. Вау! Вот так вот. Чуть он отлетел. Качественный пистоль мы себе взяли. На самом-то деле. Бэм! Ой, Серафина, прости. Я не знал, что можно в своих попадать. Я так чисто... Сори, сори, Серафина, я не хотел. Ну ничего, у нас в отряде главенствует, как бы, уважение. Сразу показал я их, кто здесь главный, поэтому... Так, мы их берем в плен обязательно. Ублюдки. Потому что мы их отпустим, потом бесплатную честь получим. Так, я хочу оставить Талуку себе. Талук упал под надеском ваших воинов, теперь вы полностью контролируете его. Вы вправе взять военные трофеи достоинством 0 флоринов. 0 флоринов? Ничего себе! Спасибо, спасибо за... Качественные военные трофеи. Целых 0 флоринов. 0 флоринов, вау. Так, при приближении стражники вас приветствуют. Ну, отлично, отлично. Переименовать. Вот, здесь мы уже можем набирать воинов. Единственное, что нам нужно изменить культуру. Я не хочу... Я не хочу набирать роддоков. Я хочу набирать... Либо нордов, либо сватов. Скорее нордов, наверное. Так, зал управления. Соседний док. Переместить сюда ваш двор. Убрать гарнизон. Убрать гарнизон мы пока не будем. То есть сейчас попытаюсь переменить культуру. И плюс я название еще поменять. Нужно убрать королевство. То есть ставить просто великое папство Дженслянзия. Так, ну что. На прокачке. Раз. Раз. Рыс. Раз. Получается. Раз. Хускарлы. Все понемногу качаются. Все понемногу лечатся. Это круто. Так. Теперь повышаем себе честь. Да, ваша честь увеличена. Ваша честь увеличена. Ваша честь увеличена. И еще два раза она увеличена. Важно понимать. Нападут ли сейчас на Талуко ацтеки или нет. Смогут ли они преодолеть вот этот вот барьер для них. Вот этот вот город. Я не знаю. Мини-речку. Наверное, нет. Ну и здорово. Окей. Нам только в плюс то, что они не смогут сюда пройти. Поэтому норм. Так. Ну 30 бойцов. 25 мы потеряли. Терпимо на самом-то деле. Более чем терпимо. Так. Сойти с корабля. Вот в Джинсляндии гарнизон есть. Еще можно будет потом как-то перебрать тех садников к себе. То есть пускай они пока будут. Так. Переименовать замок нет. Пройти в зал правительства. Сейчас мы переименуем наше государство. Потому что великое папство, королевство. Это уж слишком. Гордо, по-моему. Так. Здорово, Эрик. Имя фракции надо изменить. Братья отсюда. Королевство. Просто великое папство. Джинс. Вообще, зачем мне это папство? Я хочу назвать ее просто. Джинсляндия. Да. Так будет более круто. Цвет королевства что-то не хочу. Я больше фиолетовый, если честно. Будем менять цвет фракции каждый эпизод. Или я не знаю. Раз в пять эпизодов. Живем красиво. Пускай будет оливковый. Не знаю. Ой, что-то оливковый не очень. Но, кстати, это действительно цвет оливок. Я что-то забыл, как они выглядят. Но я не думал, что цвет прям называется оливковый. Давайте называть желтый цвет банановым. Красный, помидорным. Блин, мне так нравится помидорный цвет. О, чувак. Мне нравится угольный цвет. Помидорный уже давно не в моде, старик. Так. Что я еще хотел сделать? Подождите. Переименовать замок. Управлять гарнизоном. Я хочу изменить культуру нашего королевства. Не знаю, можно ли сделать это через Эрика. Но как-то это точно можно сделать. То есть вот у казначей есть возможность инвестировать в торговлю. Определить личную казну. Типа мою зарплату. Ну и, как я уже говорил, денег мне, типа, достаточно. Положить в казну денег это фигня. Покрыть долги королевства у нас нет. Долговод, инвестировать в торговлю. Вот это вот полезная штука. Вот сейчас уже можно инвестировать в торговлю. То есть, например, плюс 10%. Это плюс 15 силы власти. Привилегии еврейских торговцев. Да почему нет? Почему таки нет? Пускай таки будут привилегии у таких еврейских торговцев. Чего нет-то? Единственная религия уменьшилась с 3%. Да пофигу, типа, плевать. У меня все равно пока что нет даже чувака, который отвечает за религию. Так, личная казна это такое. Финансовый отчет это ладно. Тут просто можно Enter нажать и вы видите, сколько вы получаете в казну. 36 тысяч. А было меньше. Сколько там было, по-моему, что-то около 12 тысяч или даже там 7500. Я точно не помню. А сейчас только мы дали привилегии евреям. Ну, 36 тысяч. Понятно? 30. И потом еще плюс инвестиции будет. Хотя, возможно, это, конечно, из-за замка. Ну, короче, посмотрим отчет в следующую неделю. Так, могу ли я поменять баннер? Я не хочу менять. Что это такое? Это цвет. Цвет я не хочу менять. Хотя ладно, давайте поменяем. Пускай будет зеленоваться голубой. Я вообще не могу себе представить. Прикольный цвет, кстати. Это как он называется, блин? Лазурный, может? Не знаю, короче. Похоже на цвет нордов. Но пока мы там не рядом с нордами, поэтому, я думаю, путать я особо не буду. Так, как же культуру-то изменить? Баннер, имя. Вот, культуру изменить. Да, я готов. Подожди, нет, стоп. Изменить культуру. Да. Подожди, почему не могу изменить культуру? You cost 1000... Я не знаю, что такое. Renown. Минус 15 отношений со всеми вас... А, нужно 1000 технологий для того, чтобы изменить культуру. Ну, блин, 1000 технологий это много. То есть, мы в прошлый раз платили 25 тысяч. Как его там? Я забыл. Стюарду, по-моему, для того, чтобы повышались технологии на 12. То есть, 25 тысяч, и технологии повышаются в неделю на 12. То есть, нужно реально огромное количество денег для того, чтобы технологии до 1000 повысились. Но только потом можно поменять культуру. Так что, пока что нам, вероятнее всего, придется набирать роддоков. Ну, окей, у роддоков, в принципе, неплохие арбалечки. Поэтому, этим тоже можно заняться. Так, да, давай, джинслянзия, посетить соседний док. Да, да, я думаю. Сейчас мы попробуем нанять там роддоков. Сколько у меня денег? 60 тысяч. Ну, окей. Сейчас попробуем нанять арбалечка каких-нибудь. А, смотрите, он смог сюда прийти. Я уже вижу здесь апа, какан или как-то у него, короче. Но пока что он здесь... А, вот, еще плюс здесь хакаудзин, как бы. Что-то они замышляют, короче. Но они смогли сюда пробраться. Я думал, кстати, что они не смогут сюда пробраться. Так, ладно. Сейчас мы набрать воинов, приготовить новых воинов. Ветвь технологии единица. И мы возьмем джинсляндия, роддокских арбалечков, обученных арбалечков, метких арбалечков. Давайте 10 самые дорогие. Да, вот, метких арбалечков. Поехали. Начать подготовку. И плюс, помимо этого, я хочу еще здесь тоже набрать 10 метких арбалечков. Типа 10 тысяч не так дорого. То есть это не 25. Рыцари мне не нужны, потому что, ну, рыцари роддоков. Камон. А вот 10 арбалечков, это норм. Так, если вот этот вот чувак с отрядом в 132 человека нападет на меня один, то есть если на него не впишется Хакаудзин, то мы должны его победить, я думаю. Так, мы сейчас чуть еще отъедем, а он боится уже, видите. Ну, сейчас глянем, впишется ли Хакаудзин или нет. А он боится, смотрите. То есть он подходит и отходит. Так, ну давай сюда иди. Кто ты без Хакаудзин? А ну, блин, мне кажется, что Хакаудзин сейчас впишется. А ну-ка, да, Хакаудзин вписался. Аудиенция окончена. Давай, удачи. Хакаудзин тоже. Они тупят, смотрите. Они даже вот как-то притык стоят на меня, не агрятся. То есть я не понимаю, они собираются сожидать Талуку или нет. Вот, смотрите, деревня фермеров, кстати. Это уже моя деревня, судя по цвету. То есть они уже там как-то занимаются торговлей и так далее. Ну ладно, раз они тупят и не хотят сражаться. Просто идти вперед на... Империя Астека предлагает им заключить мир. Кстати, здесь еще 101 человек. То есть как-то они смогли перебраться, а они возвращаются обратно. Но они же там застрянут. Или они могут переходить все-таки? Это было фейковое. А они могут там переходить? Я думал, они там застрьют. Мне кто-то говорил, что они там застрьют, короче. Они в итоге переходят. Странно, что они не напали на Талуку. Почему? Учитывая то, что я не соглашался с ними на мир, это как-то странно. Такое чувство, что в скором времени они все-таки нападут на Талуку. Учитывая то, что там ноль человек, то я думаю, прям в ближайшее время они накинутся на эту Талуку. Так, я думаю, по внутреннему двору, если прогуляться... Да, это то же самое абсолютно. В зал правителя здесь вообще ничего не будет, да, насколько я понимаю. То есть все равно двор мы сюда не переносим. Почему вот здесь вот свадийский тяжелый пехотинец? Типа это как-то непонятно и странно работает. Почему здесь не роддеки? Почему у нас культура, кажется, одновременно и свадийская, и как бы роддекская? Это странно, то есть много чего в этой жизни в новой Айтас я, честно говоря, не понимаю. Так, я понимаю, что мне нужно намного больше бойцов, и я хочу кого-нибудь выманить из этих... Нужно вырезать всех этих ацтеков. Не зря я назвал прошлый эпизод ликвидацией. А, и плюс сверху нам еще деревня идет, кстати. Тачпан, которую, наверное, ацтеки будут по кулдауну грабить. Так, сколько там людей? 92. Давай, братан. За него никто не вписался, да? Сдавайтесь или умрете? Да, это не ваше дело, как бы. Да, 70 на 92. Супер, супер. Великое папство Джинсляндия. А у нас все равно великое папство, кстати. Несмотря на то, что я поставил просто Джинсляндия, в итоге получается, что у нас все равно великое папство. Так, давайте я еще похилю, там, дам им мотивацию чувакам своим. Кстати, кто-то мне говорил, что на двойку можно более точно стрелять. Но это все равно мне не помогает, наверное, из-за того, что расстояние слишком большое. Ну, давайте, ладно, перестрелитесь там пока. Сейчас мы чуть поближе подойдем. Я могу, думаю, конников отправить в атаку. Конница. Вот так просто в коннице, это в основном именно конкретно мои спутники. И спутники, они же не могут умереть. Они могут быть ранены, и потом они в итоге все равно восстанавливаются. И плюс, если я отправляю их сразу в атаку, они в итоге прокачиваются. Поэтому это все полезно и имеет смысл. Так, что-то мне не нравится, как мы здесь с ними сражаемся. Потому что, чтобы зайти к ним в спину, нужно преодолеть озеро какое-то, я не знаю, речку. Давай, не сори. Скоро у них должны там стрелы закончиться, пока мы их тут побайтим немного, я думаю. Идеально было бы, конечно, без потерь их развалить, но это маловероятно. Но пока я могу сам их коцать. Сильно много подкреп там у них не выходит. Так, давайте я выберу, наверное, не только конницу, а всех. И просто... Да, всех я хочу выбрать. И просто их немного ближе поставить. А то они слишком далеко стоят. Тут где-нибудь вот здесь. Вот потом мы их просто прям вперед отправим. Тогда все будет под контролем. Вот там террин ранен, это ничего страшного. И не сари тоже. С этим можно жить. Ребята боевые, они там восстановятся. И так, короче, я отправляю в атаку чуваку. Здесь что-то лучники достреляют, пока я их отвлекаю. Потому что стрелы у них там все равно в итоге закончатся. Так, похилиться надо, чтобы меня не трогали. Жаль, что нельзя лошадь свою хилить. То есть, если бы при всем при этом можно было бы еще лошадку хилить, было бы вообще красиво. Но пока лошадь хилить нельзя, у нас тут своего рода проблемы. Нарисовал, как много у них лучников. То есть, вроде как всего 70 человек. Но такое чувство, что их здесь миллионы просто какие-то. Так, вегерский меткий лучник падает. Окей. Там они, конечно, пешие лучников убивают. Со строением не особо удобно. Потому что они довольно далеко друг от друга стоят. И вот эти вот часовые перестрелки, знаете, они меня не особо сильно устраивают. Ладно, если бы я играл бы не на запись. Да, я мог бы пойтись там, чайник поставить. Пойти бутербродов каких-нибудь перекусить, пока они стреляются. Но хочется же все это как можно быстрее сделать, чтобы двигался как-то прогресс и так далее. Ну, в итоге, в итоге, если уж прям быть честным, то у нас все равно потери крайне маленькие. То есть, убиты все. Хотя, 7 человек неприятно. Можно было бы и меньше, мне кажется. То есть, мне, вот у меня прям реально такое чувство, что на осаде у нас были бы меньше потери. То есть, осады здесь вообще, блин, круто проработаны. Против ацтеков особенно. Там бегаешь, никаких проблем у тебя нет, в принципе. Ходишь, там развалишь, нормально себя чувствуешь. Так, кто там у нас? Последний куда-то убежал. От джинс так просто не убежишь, дядь. Так, битва выиграна. В плен их может изобрать? Или они прям все сбежали? Великое павство джинслянзи объявляет войну фракции империи. У нас и так была война, нет? Типа, у нас все это время не было войны. Простите, а как я захватывал их государство? Вот! 47 тысяч! А, это моя недельная смета, да? Смотрите, рента с Талуки 26 тысяч. Рента с Тачпана 17 тысяч. То есть, плюс 47 тысяч, это моя личная рента. То есть, это все идет мне в карман сейчас, да? То есть, у нас 87 тысяч, это получается то, что лично мы получаем. Блин, что-то я не... Я думал, что у меня с цеками и так идет. Как-то так я захватил их замок, и у нас все равно не было войны. Что-то я зря, наверное, на них напоролся тогда. Я думаю, что же они на меня не нападали тогда? Они могут переходить, кстати. Я думал, что они не могут здесь и тупят. Мне врали нагло в глаза на стриме. Мне сказали, что ацтеки типа тупые, и они не смогут сюда отправиться. Так они в итоге спокойно отсюда перелазят, и все работает прекрасно, знаете ли. Вот, вот, плывут себе, высаживаются. Другой вопрос, что они тупят и не могут выйти отсюда никуда. Но это уже другой разговор. Но зато здесь есть соседние доки, мы отсюда, если что, можем отчаливать. То есть, через 6 дней у нас уже будут готовы роддекские арбалетчики, насколько я понимаю. Так. Я боюсь, что меня заберут Талуку. Происшествие на границе. Так, со мной связано. Королевство роддеков, свадия. Не хочу я там еще читать про роддеков и свадия. Во, 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 пошел в осаду, кстати. Но 150 человек... Подожди, он просто заглянул. А мы в минус уходим? Что? Кошелек, граф... А почему он больше денег стал просить? Кто такой вообще герцог Петро и граф Мерик? Я вообще не знаю, кто это. Ладно, канцлер. Ладно, казначей. Кто такие герцог Петро и граф Мерик? И почему я им плачу? Почему я не знаю, что у меня в фракции есть какие-то вассалы? Почему я этого не понимаю? Так, ладно, сейчас я попробую сделать немного другим образом. Я, типа, сохранюсь. Они будут нападать или нет? Нет, они тупят, короче. Мы сейчас отплывем отсюда и посмотрим, что это за новости. Почему я плачу каким-то непонятным людям? И вообще, почему ты должен платить так много денег? Тим-то... Чувакам, которые... Это, походу, ко мне в отряд, да? Кто-то пришел. Вот, герцог Петро и граф Мерик. Привет, ребята, здорово. Стой, посмотрите. Они хотят стать моими вассалами, да? Хотят. Важно, 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 супер важно. Хотят. То есть они еще не являются моими вассалами. Они хотят стать моими вассалами. Вопрос назревает на всех моих подписчиков. Ребята, если вы досмотрели до этого момента... Какого хера я им заплатил 40 тысяч? То есть это... Как это работает? То есть я могу прийти в Макдональдс, сесть там. И если вдруг у работников Макдональдса будет зарплата, я могу потребовать полную ставку. Да, такой типа... Так, значит, я не стоял на кассе, но я хотел это сделать. А можно я уже просто... Сколько там они зарабатывают, я не знаю. Давай сюда, все, все, ко мне. Но это бред какой-то. Так, минус 5 отношения, пошел нахер. Как бы, а у тебя сколько? Минус 8. Пошел нахер. Мне не нужны вассалы с минусовым отношением, понимаете? Хотя, может, все-таки... Может, все-таки стоило взять. Что-то я слишком... Мне кажется, ЧСВ-шно поступил, потому что... Ну, как бы, вы сами понимаете, да? Играя в Вормант, никогда нельзя набирать вассалов с минусовым отношением. Но, блин, пока у меня нет вообще вассалов, возможно, я немного погорячился. Ну, ладно, блин, они забрали мои деньги. Что вы хотите от меня? Но то, что ко мне приходят уже вассалы... Это мне нравится, потому что вассалы — это найс. Интересно, если я здесь высажусь, где? А я в Талуке спаунись. Ну, то есть, понимаете, они здесь стоят, но как бы... А, нет-нет-нет, они что-то предпринимают. А ну-ка. Осадили Талуку. Ну, давайте. Они осадили Талуку и ушли. Почему-то. То есть, у них какие-то глюки, насколько я понимаю. То есть, ну, окей, один человек осадил Талуку. От 150 бойцов мы сможем обороняться. 170 стоилов. Почему они так тупят и неправильно как-то работают? Так. Здесь мы выбираем сразу 4, потому что... Шанс получения хорошей черты здоровья. Потому что нахер нам не нужны эти колбаски. Я не понимаю, нападают ли они на Талуку или нет. А, нападают. Ну, не знаю как-то. Ну, 1000 это слишком. Алло. 1000 это перебор. Ну, я не смогу умея 64 побить 1000. Ну, я попробую, конечно, но... Че, ночью. Но сомнительно, если честно. То есть, нас в итоге 12 на ней. Это невозможно. Это невозможно. К сожалению. Так. Ага. Я все это время... А, я, наверное, на бэкап сохранялся. Я уже испугался. Я думал, типа, че? Я все это время не сохранялся. Ладно, плевать. Забирайте Талуку. С чем еще? Блин, нужно было... Нужно было принимать с ним мир. Я думал, от стейки тупые. Я был уверен. То, что от стейки не додумываются там куда-то отправляться и так далее. Но в итоге они оказались умнее, чем я думал. Так, подождите. Это я сохранился до того, как я отшил этих чуваков? Или нет? Возможно, я все-таки возьму их. Подожди. Герцог Петро. Таграф Мерик. Здравствуйте. Ладно, возьму я вас. Так уж и быть. Я так подумал, что... Но лучше взять, наверное, одного из них. То есть, пускай Петро у меня будет, а Мерика мы пошлем. Потому что слишком много денег им приходится платить. Так, у меня литяное задание. Значит, следуй за мной. И давайте как раз таки проверим, как... А что он говорит мне? Как это все работает? Вот сейчас этот граф следует за мной. Да? Я его пока что не вижу, конечно. Он здесь не находится фактически. Потому что в гарнизоне замка я его тоже не вижу. То есть, это Катерина, кстати, уровень получается. Это все как-то... Ну, странно работает. То есть, какие-то вот такие маленькие непонятные нюансы, которых хотелось бы не видеть на самом-то деле. Вот, например, если мы не высаживаемся в Талуке, они не нападают. Кстати! Знаете, что мне интересно узнать? То есть, по идее, если все эти вассалы... Да, вот пускай они осадили Талуку. Они все ретировались. То, насколько я понимаю, в... Сейчас мы заберем с Джинслянзи бойцов. У меня есть идея. По-моему, рабочая. Так. Гарнизон. Сейчас мы кого-то посильнее возьмем. С Вадийских рыцарей. Вот, подороже. ОФК. Так, наемный воин ко мне. Типа, до упора доберем. Мы всадников тоже возьмем. Они, как не всадники, тоже сильные. Так, садийские пехотинцы. Нет, помимо пехотинцев, мы возьмем, наверное, все-таки наемный мечник с баклером, да? И сейчас мы с вами провернем неожиданный. И сверхъестественный поворот. Так, что это такое? Мы должны... Да, давай мне главнокомандующего. Которого я опять не получил. Я просто так теряю деньги. Да, нет, ладно, их так много. То есть сейчас здесь должны быть какие-то... А, ну здесь все равно остались. Здесь все равно остались, но их мало. То есть 182 плюс... Смотрите, в точке пеки сейчас... Так, сейчас мы его осадим. Здесь 106 человек. Если мы сейчас его заберем, я его заберу себе. И можно будет прыгать между ней и Толукой. Они будут разрываться, короче. Смотрите, я взял герцога Петро к себе в отряд. Такой, типа, ну герцог Петро, братан, давай в Джинслендию будем там отдыхать, выпивать, как бы развалить. И уже за первую неделю буквально у меня отношения с герцогом Петро упали с минус 5 до минус 9. То есть, чтобы вы понимали, никогда не берите себе вассалов с отрицательным отношением с вами, потому что не наберетесь проблем на самом-то деле. Так, давайте, давайте. Ой, ребята, вы еще вышли на сражение. Ничего себе, прям гордые бойцы на самом-то деле. Так, на! Хорошо, что здесь две лестницы. Спасибо тебе, Новый Айтос, за то, что ты предоставляешь две лестницы во время сражения. Это просто прекрасно. Я считаю, что это лучшее просто, что можно было изобрести две лестницы. Это ли не чудо? Ну, действительно. Блин, обожаю месить ацтеков. Они настолько просто падают, что уничтожать их, это действительно одно удовольствие. Ходишь, просто рубишь этих ацтеков и прекрасно себя чувствуешь. Как будто заново родился, знаете. Бам! С одного. Просто как нож в масле. Так же и мой клинок входит в ацтека. Блин, мало опыта. То есть, блин, 12 тысяч. Не так уж и просто повышаться, короче. Сто огнестрел уже до 172 прокачано. Огнестрел качается крайне быстро. Сейчас они будут у меня бегать между двух островов. И я буду в итоге держать эти два замка, короче. Пускай они парятся, пускай они бегают. Плюс можно будет понемногу начать их выцеплять. Но этим, скорее всего, мы будем на стримах заниматься. То есть, я буду по чуть-чуть, по чуть-чуть ликвидировать ацтеков. То есть, пока они там переплывают между двумя островами, между двумя замками. Мы можем там, бам! Выцепили кого-то с отрядом 100 человек, убили. Забрали в плен, например. Посадили в тюрьму в Джинсляндии. То есть, в замке в замок. Все. И так далее, и так далее. Можно стопроцентно ликвидировать всех ацтеков. Ну, по идее. То есть, конечно, будут какие-то потери и так далее. Но это нормально. Абсолютно. Можно попробовать. Можно глянуть. Если реально получится, будет здорово. Кстати, в последнее время у меня новый айтс перестал крашиться. Несмотря на то, что там никакие обновления и так далее я не ставил. Он просто перестал крашиться. За это ему спасибо. Спасибо тебе, новый айтс, за то, что ты перестал крашиться. Это приятно. Знаете, как будто мы поняли друг друга. Я такой, новый айтс. А он такой, Джинс, и все. И он больше не крашится. Так, взять в плен. Конечно, конечно. Мне плевать, кого взять в плен. Потому что денег я с них в любом случае не буду получать. Герцог Петро сразу идет нахер. Я забираю этот надел себе. Я еще потом просто выгоню этого герцога Петро. Потому что, ну, зачем он мне. О, кстати. Родокские мерзкие. Метки-раблички готовы. В вашем отряде нет 10 свободного места. А, они типа вербуются в мой отряд, да? Ну, пускай. Управлять гарнизоном. Ну, вот, например... Например, мечники с Баклером, да? А, почему у меня нет 10 свободных мест? Пожалуйста. Принять. Все. Новые воины. Отлично. Так. Родокские мерзкие. Это что мерзкие? Это меткие же. Так. Набор воинов. Веттехнологии 1. Блин, хочу прокачать веттехнологии до 5. Прикиньте, какие бы четкие воины были тогда. Так, сейчас, как я понимаю, они будут осаждать этот город. Пускай. Пускай. Типа 182 мы сможем победить, я думаю. Вообще, возможно, я просто... Да, да, слушайте, почему и нет? Почему бы и нет? Я просто выйду в поле ему лицо нам. Ну, хотя нет, я подожду, наверное, все-таки. Пока он еще не нападает. Ну, просто для того, чтобы мои бойцы восстановились. Так, а кто здесь в гарнизоне, кстати? А, наемные мечники с Баклером, да? Не буду их брать, ладно. Мы и так с ним справимся, я думаю. Так, ладно, давайте я вот этих вот воинов-орлов, воинов-ягуаров отправлю отдыхать. Все ради чести. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас чести уже. Сейчас, кстати, накопится денег. Я пойду вложу все эти бабки в религию. Плюс изи интеллект. Так, рейтинг чести десятка. Кстати, мало что. Я помню, у меня уже было там вроде восьмерка или нет. Не знаю, ладно, плевать. Главное, что не минусовое отношение. Самое основное это то, что отношение не минусовое. Так, ты будешь нападать или нет? Если не будешь, я сам нападу. Ладно, я сам нападу. Давай. Так, сдавайся или умрешь, старик. Девяносто четыре на... Нормально, нормально. Блин, они там будут сейчас стоять и ждать, да, наверное? Короче, я отправлю их вот так, как там они разберутся, короче. Не, я ничего там расформировать не буду. Там план какой-то на сражение делать все слишком сложно. Блин, что-то я заметил, что у меня так много пыли на клаве. Надо будет ее протереть после... После видоса. Ну вот. Ну я после видоса спать пойду, потому что я вечером снимаю. Главное, не забудьте... Напишите мне кто-то в комментарии, чтобы я прочитал, типа, джинс про три клаву, как-то. И все, этого достаточно. Это я... Я проснусь с утра, там, да, выложу видос, вы его посмотрите. Потом кто-то мне напишет джинс про три клаву. Я такой, о, точно. Все, ребят, главное, не забудьте, а то... Че это я должен-то с грязной клавой сидеть? Нордский Хускарл упал. Как-то посмел-то. Так, хилиться. Раз в минуту мы можем спокойно позволять себе хилиться, поэтому нужно... Нужно не забывать об этом. Да, падает немного опыта. Но в целом, сколько мы получаем? 180 опыта за одного ацтека. А теряем 220 за один хил. То есть, как бы, сильно в опыт мы не падаем, уж поверьте. Так, ну, мне нравится пока, как они сдыхают. То есть, потери у нас объективно минимальные. Сейчас мы глянем... Ну, ладно, один умер. Сейчас мы глянем, сколько мы еще в следующей неделе получим. То есть, чтобы все было прям под контролем. Но пока все идет неплохо. То есть, объективно, вот так вот-вот, между двух замков, обманывать этих ацтеков, это найс, на самом-то деле. И это реально найс. Так, здорово, здорово, здорово. Еще много лучников, агрится конкретно на меня, и это тоже радует, потому что я их тупо отвлекаю, пока там мои бойцы разваливают лица всем остальным. Так, похилиться я еще не могу, то есть, минута не прошла. Как-то мне кажется, все-таки, что в итоге больше минуты проходит. Хотя могу ошибаться, конечно. Я хочу уже захватить свой собственный город, но жаль, что вот эта вот тема с миллионами денег, и со всякими фишками, так называемыми, не работает, если ты захватишь город ацтеков. То есть, город ацтеков не будет тебе давать такое сильное преимущество, как, например, какой-нибудь Правинтон и так далее. То есть, для того, чтобы все это работало, и вы получали там миллионы в казну в неделю, там все вот эти вот торговые пути и так далее, вам нужно захватить именно город оригинальной Кальрадии, короче. Так, ну в итоге потери 6. 6-7 человек, это нормально. Ну, кстати, сейчас будет еще, наверное, вторая волна, потому что мы только 111 снесли, да. Против 70 противников. Это вам не шутки, короче. Так, надо сразу их шестеркой похилить. Кто-то говорил, что это хили, кто-то говорил, что... ...повышает боевой дух, но это стоит сделать. Это хелпит, это помогает, поэтому... Почему бы и нет, как бы. Так, ну слушайте, у нас есть два замка. Кстати, очень интересное наблюдение, что вот вы, например, в каком-то замке начали прокачивать воинов. Если вы потом обратно забираете себе этот замок, то воины все еще остаются прокачанными, то есть вы можете их забрать с этого замка, и это круто. То есть не зря я там начал качать этих роддокских метких стрелков. Отлично, отлично. Вообще, возможно, стоило бы рыцарей качать. Даже роддокских рыцарей было бы неплохо взять там себе с двух замков, да, 40 роддокских рыцарей. И уже, ну, бэд, уже они могут кого-то победить там и так далее. В целом, я думаю, должно быть неплохо все это дело. Хус Карл Сивера, смотрите, прям как разваливается. Хус Карл это уже максимально, да, Грейт, наверное. Здесь, кстати, в Ново Айтес, не помню, говорил я или нет, то есть здесь есть каких-то две ветви прокачки. Тут есть ополченцы, новобранцы там у нордов, а есть просто новобранец нордов. Я так и не помню, кто из них сильнее. Походу, новобранец нордов сильнее. Нужно будет потом конкретно в ветке посмотреть, то есть какие из Хус Карлов сильнее. Тут их два вида. Здорово. Обожаю, обожаю разваливать ацтеков. Я уже говорил, но повторюсь еще раз. Ацтеки обожаю, обожаю ацтеков. Я просто обожаю ацтеков. Была бы моя воля, сам бы стал ацтеком. Так, отныне вы у меня в плену. Пленники в плену. Всех в плен, всех в плен. Этого типа я не буду отпускать. Интересно, сможет ли мне... Смогут ли мне ацтеки предложить денег? То есть, на объективную. Так, столь же несчастный человек, как и вы. Да, давай, до свидания. Все, здесь они пускай прокачиваются. Захватили Талуку, да и пофигу. Пускай они идут на точке пек. Потом Талуку я себе обратно заберу. Учитывая то, что с Талуки я получил дофига денег. Это все равно играет мне в плюс. Так, тут уже, кстати, кто-то плавает. Ну, видите, я понемногу начинаю еще и плюс их вырезать. Там, по-моему, кто-то со свадьи. А, нет, просто желтые следы. Так, сейчас я в тюрьму... Опа. Опа! Опа! Куда он высадился? Братан. Че, он мой замок будет осаждать? Или Джинсляндию? Не, ну это неожиданно, кстати. По поводу того, что кто-то высадился рядом с моей колонией. Это жестко. Так, Ференти с возвращением. Ваше право на правление увеличилось. Тем временем... Блин, я что-то не подумал даже, что они могут прям на мою колонию высаживаться, на мой остров. Ну, слушайте, здесь уже назревает более-менее интересная война. Миллион человек, реально куча народу в комментариях, на стримах. Везде мне писали о том, что вся эта херня не работает. О том, что на тебя никто не может напасть там и так далее. Оказывается, все это работает. И они... Ой, простите за то, что микрофон задел. И они могут спокойно высаживаться на моей территории, как и я на их. Короче, здесь будет реально жесткий замес между мной и ацтеками. И это круто. То, что весь контент правильно работает, это очень здорово. Так, давай я тебя в тюрьму закину, что ты здесь зря не сидел. Давай. Так, с этим понятно. Ну что, будешь нападать на Джинсляндию или нет? Чего ты сюда пришел-то? Я уже потерял его из виду. Такое чувство, что он где-то высадился и пропал. Может, он просто решил заглянуть в Джинсляндию. Но если вдруг мы будем оборонять Джинсляндию, это круто. Потому что я не зря же строил... Опа. Опа. Слушайте, Янузил и Дзтапан. Парни, парни. Да вы что, на Джинсляндию решили напасть? Так, теперь ацтеков осадили точьте пек, да? Окей, я думаю, на стримах мы будем бороться за все это дело. Но где они и на что они нападают, я не понимаю. А, осадили замок, да? Давай попробуем. Давай попробуем. Давай. Ой, то что начинается? Что начинается? Так, давайте я сохранюсь. Потому что я не знаю, сколько по времени я буду оборонять этот замок. Вообще, я думаю, как мы с вами поступим? Просто оборона это не так интересно, как захват. Так, мне сейчас нужно купить еды. Я не знаю, за это время успеют ли они захватить замок или нет. Но мы потом еще заберем свой замок. Я не буду сохраняться, пока буду идти в гавань, если что. У меня просто ухудшенные отношения много с кеми. Я просто не могу, понимаете? Вот я схожу с корабля. Так, подождите. Я сошел с корабля или я в гавань не сошел? Я что-то не понимаю. Не, все нормально. Единственное место, где я могу закупаться, это Алдуриас. Захватил точьте пек. Но на это пофигу. Мы еще его обратно заберем. Это не проблема. Так, недельная смета. Плюс 4 700. Окей. Окей. Так, давай мне какую-то еду. Блин, было бы у меня бесконечной еды. Как было бы круто, но... В этой жизни все не так просто. Бесконечной еды, небо, медовуху, эль. Я все возьму, потому что я должен, как можно, быстрее возвращаться к себе в колонию. Если вдруг они еще захватят мой замок-замок, то это будет крайне неловко. Родоки уже на пятой степени развития, в то время как... Джинсляндия все еще на первой. Библтамп. Пускай они на вот эту вот колонию нападают. Колония захвачена. А, вигры там что-то захватили, что ли. Но это не моя колония, поэтому меня это не волнует. Так, ну в любом случае, где-нибудь на стриме, да, я заберу себе все это обратно. Вы можете не волноваться. То есть и Тачтепек, и Талуку я заберу обратно для того, чтобы мы просто не уходили в стагнацию. Кто такой барон с Миссим? Они задолбали меня. Меня бесит то, что когда они... Я не хочу платить герцогу Петро 25 тысяч. До свидания. Короче, все равно герцог Петро ничего не делает. Я так подумал, пошли нахер. И герцог Петро, и Миссим, и всякие. Они просто стоят здесь, короче. Так, здорово, Миссим, минус 5 отношений, не требуются мне твои услуги. Герцог Петро, мне хотелось кое-что спросить. Можно, наверное, через Эрика его выгнать. Так, старик, здорово. Мне все равно отстранить советника. Не-не-не, не надо никого увольнять. Обвинить вассалов в измене. Да, пошел нахер, Петро. Я так подумал, слушай, 25 тысяч тебе в неделю платить не жирно ли будет за то, что ты просто сидишь в замке-замке и абсолютно ничего не делаешь. Короче, как я понял, на трансляциях мы будем обратно захватывать, что же Типек и Талук, для того, чтобы, ну, и заодно вырезать от стейков. Чтобы я все это не показывал конкретно прям на запись, потому что это неинтересно. Вот это то, что называется полностью монотонные одинаковые действия. Такого я не хочу показывать на записи. На записи я хочу, чтобы каждый раз было что-то новое. А вот на стриме это идеально. Как раз забирать все обратно, и людям будет интересно, и там пообщаемся, музыку послушаем и так далее. Вам повстречался монах, который очень странный на вид. Засмотревшись на него, вы не заметили скачущего всадника, который на полном ходу сбивает вас. Отделавшись с небольшими ушибами, к вам подходит тот самый монах, приглашая к себе в храм. Ну, монах меня в храм к себе пригласил, ничего себе. Так, привести себя в порядок и позавтракать вместе. Вау. Проследовать за ним, попадете в богае место, скрытое... Скрытое... А, это да. Это, собственно, застава катаров. Так, шанс получения плохой черты. Две плохих черты. Вкусно. Шанс получения хорошей черты толерантности. Ну, вот нормально, в принципе. Чем бы и нет, чем бы и нет. Ладно, ребятки, следующий эпизод обещает быть интересным. В этом мы, в принципе, тоже много всего сделали. А много насчет всего порассуждали. Получили первых вассалов. Придумали план Капкан. План Капкан. Точно так и назову этот эпизод. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в паблик ВКонтакте. Пока и удачи вам. Всего хорошего. Встретимся в следующем эпизоде. Уууу. Ха.